Публичные слушания по исполнению бюджета 2018 года могли пройти монотонно. Однако внимание присутствующих привлекли не сухие цифры статистики, а реальное положение дел в регионе. По уровню средней миссии заработной платы с регионами можно сравнить Дальневосточного федерального округа и Сибирского федерального округа. Мы на каком месте? В 2018 году, как я уже сказала, средняя заработная плата в экономике составила 40 734 рубля 50 копеек. У меня сейчас нет статистических данных, чтобы сравнить с регионами Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа. Но эти сравнения делались, то есть, безусловно, заработная плата регионов Дальневосточного федерального округа, учитывая систему районных коэффициентов и другие факторы, выше, чем в Забайкальском крае. В Забайкальском крае находится, наверное, на предпоследнем месте, то есть, после нас Бурятия идет сегодня в Дальневосточном федеральном округе. С ответом помогла министр финансов Марина Кириллова. Она подтвердила, что по уровню средней заработной платы из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа мы находимся на предпоследнем, 10-м месте. Еще один вопрос коснулся работы с обманутыми дольщиками. Ну, как бы же на сегодняшний день президент выступил перед правительством Российской Федерации и сказал, что этот позор для России обманутые дольщики нужно за год-два устранить. По словам представителя Министерства территориального развития, в рамках имеющихся программ в 2019 году для них предусмотрено строительство полутора тысяч квадратных метров жилья, а до 2021 года свыше пяти тысяч. Следующим вопросом стал отчет министра финансов об исполнении бюджета. В конце своего доклада Марина Кириллова отметила, по результатам комплексной оценки качества управления региональными финансами, проводимым Минфином России, Забайкальский край вошел в перечень регионов, которым присвоен статус субъектов с надлежащим качеством управления региональными финансами. Также наш регион вошел в перечень 63 регионов, достигших наивысших темпов роста налогового потенциала. И казалось бы, все хорошо и замечательно, если бы не одно но. Днем ранее с отчетом на эту же тему выступал Александр Осипов, и он раскрыл этот вопрос без прикрас, говоря о реальном положении дел. Бюджет 2018 года. Ситуация в Забайкале была тяжелой. По состоянию конца октября у нас не было денег на выплаты заработным платам бюджетников. В четвертом квартале полностью были не предусмотрены бюджетом средства на оплату коммунальных услуг учреждениями бюджетной сферы. Более 400 счетов муниципальных органов и бюджетных учреждений были арестованы. Александр Осипов отметил, что бюджет региона действительно был исполнен без дефицита. Однако краю удалось этого добиться только благодаря привлечению дополнительных 2,4 миллиардов рублей из федерального бюджета. Наталья Протаковская, Евгений Погорелый, ЗАПТВ.